Здравствуйте! Это программа «Город С. Отвечаю по закону». Сегодня мы продолжим разговор о российском законодательстве в сфере миграции. Мой гость – заместитель начальника отдела по вопросам миграции, отдела полиции номер один, управления МВД России по городу Самаре, подполковник полиции Жданова Елена Николаевна. Добрый вечер, Елена Николаевна. Добрый вечер. Давайте продолжим наш разговор, который пару недель назад оборвался, потому что закончилось эфирное время. И более подробно остановимся на вопросах регистрации граждан. И первый вопрос мой – это как правильно зарегистрировать новорожденного ребенка? Есть какие-то особенности или это стандартная процедура? Особенности новорожденных детей и детей вообще в принципе до 14 лет – это то, что ребенок может быть зарегистрирован только с законными представителями. То есть либо с мамой, либо с папой. По месту проживания имеется в виду, да? Безусловно, да. По месту проживания родителей, то есть где зарегистрирована мама, либо зарегистрирована папа. Только по этому адресу, с его письменного заявления мы зарегистрируем ребенка. Здесь при регистрации, да, при подаче заявления на регистрацию несовершеннолетнего ребенка до 14 лет, тут еще необходимо учесть, что если, допустим, к примеру, да, чтобы нашим телезрителям было удобнее, если мама решила зарегистрировать ребенка к себе по своему месту жительства, она обращается в паспортную службу, либо через портал государственных услуг, опять-таки непосредственно к нашим... Да, безусловно, можно. Через портал госуслуг, любая госуслуга, любое заявление можно подать. Она обращается заявлением, но при подаче заявлений, то есть непосредственно в обращении в паспортную службу, либо к нам в подразделении, она должна иметь при себе паспорт папы. То есть паспорт папы, наличие паспорта папы является таким вот устным согласием, что папа не возражает против регистрации ребенка до 14 лет или новорожденного по месту жительства мамы. Ну или наоборот, если у папы, где папа зарегистрирован, ребенок регистрируется, папа должен прийти с паспортом мамы. Да, да, абсолютно верно. Дети до 14 лет ни к бабушкам, ни к дедушкам, ни к тетям, ни к дядям, ни в свободные квартиры, купленные родителями, к сожалению, зарегистрированы быть не могут. Только к законопредставителям. В течение какого времени необходимо зарегистрировать ребенка новорожденного? Здесь те же 90 суток, но желательно, конечно, чем быстрее зарегистрировать ребенка, тем быстрее вы начнете оформлять медицинский полис, например, в поликлинику встанете на учет, да, оформлять оформление каких-либо пособий по рождению ребенка. Все это требует наличия регистрации у ребенка. Вы прямо в этот же день выдадите регистрацию у ребенка, как только заявление получили? Если заявление подано непосредственно в подразделение через портал государственных услуг, да, в этот же день получится свидетельство о регистрации по форме номер 8. Тут надо отметить, что очень часто родители путают, когда к свидетельству о рождении мы выдаем это свидетельство, оно выглядит как простой белый лист бумаги формата А4, да, написана форма номер 8 в правом верхнем углу, и название этого свидетельство о регистрации по месту жительства. Вот это и есть регистрация, вот как у взрослого человека в паспорте стоит печать, зарегистрирован, вот точно такая же функция, такие же права, то есть как бы это такая же регистрация, только ребенка. А в свидетельстве о рождении на оборотной стороне вы не ставите печать? Не проставляется, нет, вот как раз не проставляется печать, а выдается к свидетельству о рождении, свидетельство о регистрации по форме номер 8. Его можно заламинировать? Это не противоречит закону? Листочек-то все-таки, мало ли. Нежелательно его ламинировать. И скажу даже больше, здесь надо тоже уточнить, что если вы по каким-то причинам родители там испортили свидетельство о рождении, либо потеряли, если вы меняете свидетельство о рождении, соответственно, вы должны обратиться к нам и поменять свидетельство о регистрации по месту жительства. Потому что свидетельство о регистрации по месту жительства выдается конкретно с указанием серии и номера, и кем и когда выдано свидетельство о рождении ребенка. Так, а с 14 лет ребенку можно уже прописать к бабушке, к дедушке? Да. С 14 лет после получения, после того, как у нас ребенок получает паспорт гражданина Российской Федерации и получает хоть ограниченные, но какие-то права, да, у ребенка есть право зарегистрироваться к бабушке, к дедушке, то есть на усмотрение родителей. А он что, может это сделать так же самостоятельно? Прийти к вам, написать, прошу выписать от мамы, прописать к бабушке? Нет, он в любом случае до 18 лет действует в согласии законных представителей, но подпись он ставит тоже сам. То есть должна все-таки прийти мама или должен прийти папа, который... Да, в присутствии которого, да, ребенок тоже будет. Пишет вот это заявление, а вы уже понимаете, что он не самодеятельностью занимается. Да, да. Такой вопрос нам пришел в социальных сетях. Как быстро зарегистрироваться по месту жительства? Например, я хочу выписаться из одной квартиры, прописаться в другую квартиру, мне нужно в один отдел полиции сходить, потом в другой отдел полиции, или это можно как-то сделать сразу? Ну, мы с вами на прошлой программе немножко затронули, да, как раз подобную ситуацию. Давайте рассмотрим как бы более, наверное, шире этот вопрос. Если вы собираетесь переезжать с одного региона в другой регион и продаете квартиру в том регионе, то есть по прежнему месту жительства, конечно, здесь бы я, наверное, рекомендовала все-таки сняться с регистрационного учета там и приехать уже сюда без регистрации на территорию Российской Федерации. А это не противоречит закону? Нет, не противоречит. Почему оно противоречит? Это право гражданина зарегистрироваться, либо сняться с регистрационного учета. Если по какой-то причине вы не успели, да, сняться с регистрационного учета, или вы не думали, что вы уезжаете оттуда совсем, да, то у вас есть право, безусловно, приехать, например, в Самару, да, и подать здесь заявление на регистрацию по месту жительства в Самаре с одновременным снятием с прежнего места жительства. В данном случае тогда отдел по вопросам миграции, куда вы подали заявление, направит по прежнему месту жительства ваше заявление, и вас там снимут с учета. Можно прийти, ну, вот я как бы всегда за портал госуслуг, потому что это, ну, реально очень удобно. Но человек может и просто к вам прийти лично и написать два заявления оттуда, снимите сюда, зарегистрируйтесь. К нам нет. К нам нельзя просто прийти, именно в отдел по вопросам миграции, давайте уточним, да, к нам нельзя просто прийти и написать это заявление. К нам можно прийти только, если заявление подано через портал государственных услуг. Но можно прийти в паспортные службы, написать это заявление на регистрацию с одновременным снятием с учета и в МФЦ. Ага. То есть, если выписываться не через госуслуги, то это либо паспортная служба, либо МФЦ. Но такая возможность тоже предусмотрена. Да. А в течение какого времени это все произойдет потом? Ну, опять же, понимаете, в МФЦ я подала документы, а печать-то в паспорт мне все равно ставить, наверное, будете вы. Печать в паспорт будем ставить. Мы независимо от того, куда вы будете подавать заявление, и в МФЦ, и в паспортную службу, и в любом случае на рассмотрение эти документы поступят к нам. А вы как-то вызовете меня там по телефону? Как я узнаю, что пора идти и печать ставить? Нет. Получение готового паспорта, то есть с отметкой о регистрации по месту жительства, да, либо о снятии, вы получите там, где вы подали это заявление. А, я же паспорт сдаю, да? Если вы подаете, ну, безусловно, регистрация по месту жительства, она предусматривает проставление штампов в паспорт. Зарегистрировано, либо снято с регистрационного учета. Поэтому, если вы заявление подали в МФЦ, то, соответственно, и получать вы будете тоже в МФЦ. Если вы подали в паспортную службу, то, соответственно, и получать готовый паспорт с оказанной госуслугой, тоже вы будете в паспортной службе. Но быстрее и надежнее, конечно, безусловно, это через портал государственных услуг. Когда непосредственно приходите к нам, и в течение 15 минут мы вам оказываем эту государственную услугу. Поняла. А, например, если человек, ну, там, не может передвигаться, может за него кто-то другой написать заявление о том, что прошу снять меня с регистрационного учета, того, кто не двигается? Ну, то есть можно, может за человека заявление подать кто-то другой? За заявление за другого человека никто не может подать. И здесь, давайте, наверное, уточним, даже наличие доверенности, нотариально заверенной, да, не дает права подавать заявление на регистрацию либо снятие с регистрационного учета за кого-либо. То есть личное присутствие всегда... А если человек за границей находится, а там... Здесь давайте немножко разграничим. Если у нас гражданин проживает на территории Российской Федерации, ну, бывают такие ситуации, когда, например, инвалиды, да, то есть граждане инвалиды, неходячие, из дома не выходят, встречаются такие ситуации. В этом случае у нас тоже законодатель предусмотрел возможность нотариально заверенного заявления. Так. Но заявление в любом случае, оно личное, но нотариально заверенное. То есть нотариус должен приехать домой? Да. Ну, здесь либо к нотариусу вы повезете, да, то есть как бы здесь по договоренности нотариусу. Мы сейчас говорим про те документы, которые нам, да, должны предоставить, а это именно нотариально заверенное заявление о снятии с регистрационного учета. В нотариусу есть это заявление? Он где его? Безусловно. Безусловно. В нотариусу есть право заверять эти личные заявления. И это нотариально заверенное заявление нам предоставляете. И тогда человек еще должен какую-то доверенность предоставить как раз на то, на право того, что он имеет. Да, потому что доверенность нотариально заверена, что гражданин доверяет кому-то либо предоставить свое заявление к нам. Но это мы сейчас говорим о снятии с регистрационного учета и регистрации, то есть когда вот, ну, критическая, скажем так, ситуация, когда действительно человек как бы вот... Ну, не может самостоятельно обратиться. А если же у нас гражданин находится за пределами Российской Федерации... И ему срочно надо сняться с учета? Срочно надо сняться с учета. Тогда он обращается в консульское учреждение посольства Российской Федерации. А через госуслуги из-за границы он не может вам заявление писать? Ну, может, но мы его пригласим, а он к нам не явится, и мы это заявление закроем. А, вот так. У нас оказание, закрытие оказания госуслуги, это то, что мы ее оказали. То есть мы приняли от вас заявление, вы поставили при нас подпись, и мы ваш паспорт поставили отметку, штамп о регистрации по месту жительства, либо снятие с регистрационного учета. Соответственно, если вы находитесь за границей, за пределами Российской Федерации, вы не сможете к нам прийти на личный прием и, соответственно, предоставить документы. В этом случае, если проживаете за границей, то, значит, обращаетесь в консульские учреждения посольства Российской Федерации, пишите заявление на снятие с регистрационного учета, и исключительно почтовыми отделениями со стороны проживания направляйте в адрес того территориального подразделения, где вы зарегистрированы. Понятно. А еще вот такой вот вопрос. У нас коммунальная квартира и несколько собственников. Могу ли я прописать на своей доле, я так поняла, знакомых, в частности, спрашивают в соцсетях. Вот есть ли несколько собственников в квартире? Если несколько собственников в квартире, без согласия со собственником, вы можете зарегистрировать себя и членов своей семьи. Если мы говорим про коммунальные квартиры, то есть это маму, папу, мужа, жену, детей, родителей, то есть, соответственно, близких родственников, всех остальных знакомых, друзей, мы регистрируем только согласие всех собственников жилого помещения. То есть, если их 10 собственников, то все 10 должны к вам прийти, или они могут написать заявление, а я их могу принести и сказать, вот мои? Все должны прийти и дать свое письменное согласие, либо в паспортную службу, либо в МФЦ, а если заявление подано через портал государственных услуг, то к нам. Притом прийти не просто прийти, еще с паспортами прийти, и своими документами, подтверждающие право собственности на определенную часть этой коммунальной квартиры. Они должны все в один день прийти, или есть все-таки какой-то промежуток? Все в один день при подаче документов. Все в один день должны прийти. Понятно. Вот такой вопрос у нас был. У меня двойное гражданство. Как подать уведомление о наличии двойного гражданства? Я, правда, не поняла, двойное гражданство, он гражданин России и еще какого-то государства, или изначально гражданин какого-то государства, а потом гражданин России. У нас вообще в России двойное гражданство разрешено? То есть может человек... Ну, конечно, безусловно. Он может иметь двойное гражданство, может быть гражданином Российской Федерации и гражданином другого государства, может иметь вид на жительство в другом государстве. Это не запрещено, но в этом случае он должен подать уведомление о том, что... Да, так называемое уведомление о наличии нового гражданства либо документы, подтверждающие постоянное проживание на территории другого государства. Здесь надо отметить, что у нас подают... Уведомление о наличии нового гражданства граждане Российской Федерации, которые приобрели или получили гражданство другого государства после... Сейчас до 4 августа 2014 года закон вступил в законную силу, да? То есть основная масса уже прошла, а сейчас, в принципе, если вы являетесь гражданином Российской Федерации и приобрели гражданство, например, Норвегии, да? То вы в течение двух месяцев обязаны подать это уведомление. Но если вы уже были, допустим, гражданином Норвегии, но приобрели гражданство Российской Федерации, вы не подаете подобное уведомление. Ну, в России не подает. Да, в России не подает. Так что это за уведомление? Как его правильно подать-то? Уведомление можно подать через почтовое отделение, можно непосредственно... На почте есть форма этого уведомления? Да, специальный бланк. Специальный бланк уведомления и в отделах вопроса миграции. То есть приходите, подаете. При себе нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации и паспорт другого государства. А если этого не сделать, например, не уведомить, что есть второе... Штрафные санкции. А как вы это выясните, что у меня второе гражданство, если я вас не уведомила? Ну, вы же придете. В любом случае, рано или поздно. Но у нас люди, граждане сознательно, надо отметить, что и в основном исполняют все-таки закон. А с какими сложностями они в момент подачи уведомления сталкиваются? Сложностей нет совершенно никаких. Их там бланк уведомлений настолько простые, вопросы, что не возникает трудности с заполнением. То есть самое главное просто не нарушить вот этот вот срок, да, означенный в два месяца. А штрафные санкции серьезные? Ну, не могу сказать, что прям серьезные. Но, тем не менее, в любом случае административная ответственность, она административная ответственность все-таки. Потом могут возникнуть где-нибудь какие-нибудь неожиданные проблемы. Здесь так бы... Вот еще такой вопрос. Как по закону зарегистрироваться после получения разрешения на временное проживание и вида нажительства? Вот мне разъясните, разрешение на временное проживание и вид нажительства это одно и то же, или это два разных документа? Нет, разрешение на время проживания и вид нажительства это разные документы. Разрешение на время проживания выдается иностранным гражданам сроком на 3 года, а вид на жительство у нас выдается сроком на 5 лет, и который можно продлить. То есть разрешение на время проживания это только 3 года, и как бы в эти 3 года вы решаете, если остаться дальше проживать на территории Российской Федерации, то значит вы подаете заявление уже о получении вида на жительство. В некоторых случаях, там, если вы являетесь участником государственной программы по добровольному переселению соотечественников, тогда вы подаете уже на гражданство. Регистрация, да, действительно необходима в течение 7 дней с момента получения разрешения на временное проживание, либо вида на жительство. В течение 7 дней, да? Да. В течение 7 дней обратиться в этом случае только в отделы по вопросу миграции по месту нахождения жилого помещения, где вы будете проживать. Ну, например, вот вы замначальника отдела по вопросу миграции Кировского района, то есть если где-то в Кировском районе находится человек, который получил разрешение на временное проживание, он должен прийти к вам в отдел по вопросу миграции. Да. Он должен прийти к нам, при том не просто прийти, еще прийти с собственником жилого помещения и с документами на собственность. Собственник с собой должен принести эти документы на собственность. Да. Это уже немножко, это не постановка на миграционный учет, который носит уведомительный характер. Это уже регистрация по месту жительства. И иностранные граждане, которые у нас получили разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, они обязаны у нас проживать по месту регистрации. И вы проверяете, проживают они там или нет? Да. Мы проверяем по фактическому проживанию, по месту регистрации. Смотрите, а если человек нарушил, например, вот этот семидневный срок, ну, предположим, нарушил, потому что безответственный, вот два варианта рассмотрим, да, там, не уяснил себе законодательство, или забыл, думает, ну, ладно, через 10 дней, а приходит он к вам, вот, нарушив эти сроки, есть какие-то санкции, может, его сразу лишают этого разрешения на временное проживание? Ну, у нас закон так устроен, что у нас ответственность за иностранного гражданина, да, несет принимающая сторона. И здесь нет одного единого рецепта, да, на все ситуации, на все случаи. Здесь нужно смотреть каждый случай в отдельности. Если, допустим, иностранный гражданин только что, вот, получил он 10, ну, там, месяц назад разрешение на время проживания, но пришел к вам жить, вот, буквально 3-4 дня назад, и вы обращаетесь к нам с заявлением о регистрации, да, по месту жительства, конечно, здесь административной ответственности как таковой не может быть, потому что... Ну, он же где-то месяц находился со своим РВП. Находился, где-то проживал, да. Ну, берем объяснение, я говорю, здесь нет единого рецепта, то есть, как бы, опять-таки, мы же не сторонники всех наказать, всех оштрафовать, поэтому мы рассматриваем каждый случай абсолютно индивидуально. Ну, то есть, правильно, я услышала, что, в общем-то, войны нет. Если вдруг человек пропустил этот срок, то вы просто детально разбираетесь, что произошло, почему он вовремя не зарегистрировался там по месту времени проживания. Абсолютно верно, да. По какой причине? Может быть, собственник болел, может быть, сам иностранный гражданин болел, то есть, здесь ситуации же могут быть разные, поэтому, то есть, проще всего, конечно, взять их и наказать, но... А самая страшная ситуация, когда вот, ну, действительно, человек просто взял и не выполнил законодательство Российской Союзной Федерации. Ну, в этом случае, когда злостные нарушители, конечно, мы их привлекаем к административной ответственности. Но не лишаете разрешения на временное проживание? А у нас по законам предусмотрено, что если в течение одного года иностранный гражданин дважды привлекался к административной ответственности, то мы подаем сведения в отдел по вопросам гражданства, и там рассматривается уже вопрос об аннулировании разрешения временного проживания. И виды нажительства. Поэтому здесь иностранному гражданину самому как бы невыгодно нарушать законодательство. И практика показывает, что они получают документ, да, подтверждая, дающий право проживать у нас на территории Российской Федерации. И они очень быстро приходят к нам, они спрашивают, какой пакет документов, какие бланки заявлений. То есть, они заинтересованы. И процедура одинаковая и для тех, кто получил разрешение на временное проживание, и для тех, кто получил вид на жительство. Да, процедура абсолютно одинаковая. Одинаковый пакет документов, одинаковые заявления, бланк установленного образца, поэтому, то есть, и разрешение на время проживания, и вид на жительство. То есть, пакет документов на регистрацию, он абсолютно одинаковый. И посильный, я так понимаю. Абсолютно посильный. Ничего лишнего мы не требуем. Это заявление собственника, свидетельство о государственной... документ, подтверждающий собственность, и копию документа, подтверждающего право проживания здесь, на территории Российской Федерации. Поэтому... И государственную пошлину в размере 350 рублей. Ну, это вообще копейки. Я почему задала этот вопрос? Потому что тоже читатель в соцсетях спросил, где можно перевести документы. Не поняла, зачем переводить документы. Может быть, вы объясните, в каких случаях, и где их можно перевести? Ну, рекомендовать, где можно переводить документы, я, к сожалению, не могу. Да и не владею, честно говоря, такой информацией. А в каких случаях нужно переводить? Какие документы нужно переводить? Паспорт? Нет. Нотариально заверенный перевод паспорта до иностранного гражданина. Но это, он ему понадобится, допустим, для оформления того же разрешения на время проживания или вид на жительство. Он предоставляет нотариально заверенный перевод паспорта. К нам в подразделении, например, мы попросим предоставить нам нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении ребенка. Если он приобрел гражданство Российской Федерации, то есть в нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении мы проставляем отметку о том, что ребенок является гражданином Российской Федерации. А переводят и заверяют в нотариальных конторах, насколько я понимаю. А, то есть в нотариальных конторах, наверное, есть переводчики, да? Да, я думаю, что да. Ну, то есть, ну вот по вашей практике нужен нотариальный перевод паспорта бывает, нотариальный перевод свидетельства о рождении, больше ничего, да? В ГАИ, наверное, нотариальный перевод там каких-то... В ГАИ не могу сказать, как бы, это... Елена Николаевна, звонок, давайте послушаем телезрителя. Алло? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня дочь гражданка России и недавно получила гражданство США. Угу, представляете. Вот ей что, нужно тоже как-то оформлять документы? Ваша дочь сейчас проживает в США? Да. Да. Поняла ваш вопрос, спасибо за вопрос. Когда приедет к вам в гости на территорию Российской Федерации, да, ей нужно подать это уведомление. А через консульство в США? Нет, это не через консульство, только на территорию Российской Федерации можно подать непосредственно в подразделениях отделов по вопросу миграции, либо на почтовое отделение. Через почтовое отделение. Ну, то есть, время терпит, даже если она через год приедет из США, то она точно так же подаст уведомление и ничего не нарушит. Абсолютно верно, ничего не нарушит. При пересечении границ, то есть она когда приедет на территорию Российской Федерации, она спокойно подаст. Процедура бесплатная, доступная и минимальный пакет документов, которые у нее есть на руках. Но подает по месту регистрации на территории Российской Федерации, естественно. Если у нее есть регистрация по месту жительства, то есть постоянная, то по месту жительства. Если она зарегистрирована по месту пребывания, такое тоже бывает, да, то по месту своего пребывания. Либо по месту фактического нахождения, то есть у нас тоже это законно предусмотрено. Отлично. Вот такой вопрос. Купили, мы граждане Таджикистана, купили квартиру в России и уехали. Сейчас хотим сдать эту квартиру родственникам. Так, мой вопрос подождет. У нас есть еще один звонок, Елена Николаевна. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вас здесь походит Александр. Я смотрел внимательно вашу передачу, очень восхищен, что она такая есть. У меня вопрос такой. При приезде человека на временное проживание или на постоянное место жительства, ну, к примеру, и в Казахстану, он должен здесь работать, жить там и прочее. А что касается налоговых документов, чтобы оплачивать, есть такие положения, что человек, прибавляющий на территорию нашей, как и в Российской Федерации, он должен приплатить налоги и в России, и плюс, к тому же, отчислять налоги того государства, от того, которого прибыл. Спасибо вам большое за вопрос. Вы знаете, я думаю, что, наверное, это не в компетенции Елены Николаевны, это больше к налоговой службе. У нас на телеканале ГИС выходит программа с налоговой службой. Вы внимательно следите за анонсами, они также работают в прямом эфире. У вас будет возможность задать вопрос. Либо можно на сайт налоговой инспекции, я думаю, по электронной форме этот вопрос отправить, потому что он, конечно, никак не миграционного законодательства касается... Жаль, что мы вам не смогли помочь, хотелось бы, конечно. К сожалению, да. Да, Елена Николаевна, остается буквально полтора минуты до конца эфира. Все-таки задам вопрос про граждан Таджикистана. Да, хотят сдать квартиру родственникам и друзьям. Как это сделать? Могут ли они нотариальную доверенность какую-то выслать, что доверяют этим людям зарегистрироваться у себя? Опять-таки повторюсь, что если собственник жилого помещения либо гражданин Российской Федерации, зарегистрированный на территории России, проживает постоянно за пределами Российской Федерации, любое заявление о регистрации, доверенности, он оформляет исключительно в консульских учреждениях Российской Федерации. То есть они как граждане Таджикистана... Нет, они граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, насколько я поняла с вашего вопроса. Я вообще не поняла. Вот у меня написано, купили квартиру и уехали в Таджикистан. Теперь хотим там сдать эту квартиру родственникам, которые на территории Самары куплены. В любом случае в консульские учреждения. У нас мы принимаем только заявления и доверенности, оформленные исключительно в консульских учреждениях. Но если они в консульском учреждении оформляют доверенность и заявление пишут, прошу зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича по такому-то адресу в городе Самара, это все в консульском учреждении удостоверяется. Они там же в консульстве пишут доверенность на то, что Иванову Ивану Ивановичу доверяют, предоставляются документы, да? Да. Отлично. И, наверное, последний вопрос, минута осталась до конца эфира. Отец рожден был в СССР, в Молдове, но до сих пор не может получить российское гражданство. Что ему делать? Ну, здесь я рекомендую папе обратиться на Черногорскую-2, в отдел по вопросам гражданства. В Самаре, Черногорская-2, да? Многофункциональный центр, в котором располагается отдел по вопросам гражданства. Там есть специалисты, которые ведут приемы, консультируют граждан. И по вопросам получения гражданства, и по вопросам получения разрешения на время проживания и вида на жительство. И очень трудно давать какие-либо консультации, не видя документов и не зная ситуацию изнутри, потому что очень размытое, вопрос задан как бы не конкретно. Общими словами, Елена Николаевна, благодарю вас за такой продуктивный диалог, благодарю наших телезрителей. Вы также можете присоединяться к нашей программе в следующий четверг. Будет начальник отдела кадров УМВД России по городу Самаре. До свидания.